Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдельдинов. Традиционно в конце года все подводят итоги. И в одной из программ несколько лет назад я говорил, иногда мы подводим итоги, иногда итоги могут подводить нас. Но этот год, конечно же, был очень непростым для и нефтегазового сектора, и энергетики в целом, и мира, и Казахстан. Но в этом выпуске я бы хотел, наверное, ориентироваться больше на какие-то позитивные, на важные шаги, скажем, достижения в отрасли за этот период не только в нефтянке, но и в целом в энергетике, потому что наша программа уже давно не только нефтегазовая, она больше энергетическая. В целом мы в таком фарватере мировой, скажем, трансформации идем, потому что нефтегазовые корпорации сейчас в мире, они переходят на следующий, скажем так, этап развития, они становятся энергетическими. Ну и в целом мы уже обсуждали давно и ВИА, и электроэнергию, и атомные станции, которые вот сейчас вы видите, да, на, скажем так, заднем фоне, и электромобили, то есть весь этот спектр, и углехимию даже в том числе. Ну то есть практически все, что связано с энергетикой в целом. Ко мне обращаются уже, конечно же, казахстанские СМИ за комментариями представить свое видение того, как сложился этот год для нефтегазовой сферы, для нефтегазовой отрасли. Ну и, конечно, вопросы все достаточно такие, знаете, связанные с дефицитом топлива, который мы видели, с ростом цены и так далее. Мы этому посвятили очень-очень много программ, мы это прогнозировали с 2019 года, поэтому мы в этом выпуске давайте не будем говорить про это, иначе мы будем в таком общем ключе, как все СМИ, программы и так далее. Поэтому мы сосредоточимся на других, более важных, значимых вещах. Ну и, конечно же, в первую очередь, наверное, это цены на нефть, которые складывались в 2021 году и которые будут в 2022 году. Интересные вещи здесь происходят, и я хотел бы подчеркнуть кое-какие вещи. Давайте здесь небольшой сюжет, посмотрим о том, что сейчас происходит в мире, какие ожидания вот на 2022 год. Неопределенность на нефтяных рынках возрастает. Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сбивает предновогодний оптимизм. При этом 2021 год можно назвать худшим за последние 50-70 лет в плане открытия новых нефтегазовых месторождений в мире. Объем новых открытий по итогам года может составить около 5 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Нефтегазовая отрасль может столкнуться с масштабным недоинвестированием прошлых лет. Если в предыдущие годы мировые нефтегазовые корпорации инвестировали в геолога-русветку 15-16 миллиардов долларов в год, то в 2020-2021 годах этот показатель упал почти в три раза. Глава Хеллибертон Джефф Миллер заявил, что впервые за долгое время мы увидим покупателя, который ищет баррель нефти, а не баррель нефти, ищущий покупателя. На этом фоне страны ОПЕК-плюс продолжают ступенчатое повышение добычи нефти в соответствии с ранее утвержденными планами. Также не будем обсуждать мы коронавирус и различные его штаммы, как они развиваются, что происходит и так далее. Все-таки этому, наверное, есть более специализированные программы и эксперты. Я скажу лишь о том, что в целом и в предыдущие годы, когда падали цены на нефть, и сейчас такое понятие, как пружина, оно вот сейчас очень важно и, наверное, очень-очень характеризует рынок и то, что сейчас происходит в мире. Это нефтяная пружина, о которой мы говорили много раз и в программе, и в материалах. И, кстати, можно посмотреть на InBusiness.KZ, то есть все аналитические материалы, вся аналитика, в том числе моя, есть на портале, ее можно просматривать. Вот эта нефтяная пружина сейчас сжимается. И чем дольше, чем больше она будет сжиматься, тем более взрывной рост цен на нефть мы увидим в будущем году. Именно вот эту тенденцию я бы хотел подчеркнуть, что 2022 год, даже если он не пройдет под знаками, скажем так, роста цен на нефть, потому что вы видели, трехзначные сейчас цифры прогнозируют, там выше 100 долларов за баррель могут быть. Кто-то говорит, нет, мы увидим там 50 долларов. Не суть важна, какая цена будет средняя по году в 2022 году. Важно то, что инвестиции в нефтегазовый сектор падают очень быстрыми темпами, падают из-за того, что есть ценовая неопределенность. И чем больше и чем дольше они будут падать, тем вот эта пружина будет больше закручиваться, сжиматься и выстрелит потом, видев такого взрывного роста цен на нефть. Вот мы привели здесь слова главы Холли Бёртон, Джеффа Миллера, да, говорит, что, ну он говорит, возможно в 2022 году не баррель, то есть не нефть будет искать покупателя, а покупатели будут на рынке искать нефть, потому что будет ее дефицит. Вот эти цифры, они очень важны. Мировые инвестиции в геологоразведку снижаются, в новые проекты снижаются, и это все приведет к тому, что мы, ну вот так же, как и по газу сейчас в Европе, да, увидим какие-то вообще аномальные цены на нефть. Вполне это возможно, и если смотреть и ориентироваться, скажем так, на спекулятивные какие-то ставки, сейчас действительно большое количество спекулятивных ставок на то, что цены на нефть превысит 100 долларов за баррель в 2022 году. Возможно, в какие-то периоды мы будем приближаться к этим ценам. Естественно, для нас, как для нефтедобывающей страны, это неплохо, скажем так, хотя в целом для развития отрасли нужны не вот какие-то скачки, да, высоких или низких цен, нужны стабильные цены, чтобы можно было прогнозировать ситуацию и осуществлять, скажем так, какие-то инвестиционные проекты. Ну, по миру, вот это основное, что хотелось бы сказать по ценам. Год 2021 прошел хорошо для нефтяных цен. Начинался примерно он с 50-52 долларов за баррель. Сейчас мы видим где-то в районе там 70-75-80, то есть в целом это достаточно комфортный уровень для нефтедобывающих государств. Ну, для Казахстана, вы знаете, точка безубыточности, она в среднем по отрасли около 40-50 долларов за баррель. В 2019 году саудовская компания, Сауди Арамка, приводила цены и сухопутные проекты в Казахстане, они оценивались их точкой безубыточности, то есть когда все равно нулю, скажем, да, чтобы окупить затраты капитальные и так далее, она составляла где-то 51 доллар за баррель. Ну, то есть 46-51 вот такой был для наземных и морских проектов. Вот этот уровень в целом, который сейчас в мире, он для Казахстана достаточно комфортен. Нефть, добыча нефти в Казахстане, она восстанавливается, несмотря на то, что мы присоединились к соглашению ОПЕК+, и снизили добычу. Мы в 2020 добывали меньше, чем в 2019, в 2021 мы чуть меньше, чем вот в допандемийные периоды. В 2022 прогнозируется, что мы восстановим цены, что мы восстановим добычу вот на месторождениях до такого, допандемийного уровня. Ну и мы плавно переходим к Казахстану о том, что происходит здесь, какие главные события. Тоже небольшой сейчас посмотрим сюжет. Ну и, конечно же, наверное, самое главное достижение Казахстана за этот период, это то, что мы совершили очень большой рывок, очень такой долгий-долгий шаг, наверное, если его так можно сказать, в нефтегазохимии. Ну, давайте небольшой сюжет об этом. Для энергетики Казахстана год прошел под пристальным вниманием населения и бизнеса. Позитивными событиями можно назвать запуск нового завода ТО «Шумкенская химическая компания» по производству октаноповышающих компонентов и завершение основного строительства на заводе «Кейпиай» в Атераусской области. Планируется восстановление допандемийных уровней добычи нефти в 2022 году. Также в 2021 году наблюдался существенный рост стоимости GDR Казатампрома на лондонской фондовой бирже. С января 2019 года глобальные депозитарные расписки выросли с 13,5 долларов до 37-38 долларов к концу текущего года. Несомненно, ярким событием стало и заявление о планируемом строительстве атомной электростанции в Казахстане, которое позволит избежать прогнозируемого в будущем дефицита электроэнергии. Ну, вот такие позитивные события, главные события для отрасли вижу я. Может быть, немного субъективно, как я говорил в самом начале. Может быть, для кого-то главные события – это то, что мы видели по топливному рынку, по дефициту электроэнергии. Ну, давайте более системно смотреть, скажем так, на эти вещи, более стратегически. Все-таки у нас аналитическая программа отраслевая. Ну, и по нефтегазохимии. Буквально осенью, и вот мы сейчас показывали, была программа о Шемкенской химической компании. Это новый нефтегазохимический комплекс, завод, который будет производить октаноповышающие компоненты вблизи ПКОП. Ну, и, соответственно, сырье будет поступать с казахстанских месторождений. Небольшое, скажем так, производство относительно суммы инвестиций, но достаточно существенный такой шаг в плане нефтегазохимии. И второе, это, конечно же, завершение основных строительных работ на заводе КПИ, Констант Петро Чемикал Индустрии, это в Атерау. Большой проект, 2,6 миллиарда долларов объем инвестиций в него. 500 тысяч тонн полипропилена будет производить после запуска, завершения там пусконаладочных работ. Ну, ожидается, что это в 2022 году произойдет. Долго, конечно же, его строили. Много вокруг этого сломано копий. Много об этом было написано. Но самое главное, что этот проект все-таки реализовали. Он в 2019 или, если не ошибаюсь, в 2018 году перешел в управление Казмоногаза. До этого был в других структурах, в холдинге Самру Казна. И сейчас этот проект на финальной стадии завершаются работы. Затем будет пусконаладка, ну и потом будут получать первую продукцию. Это очень большое достижение для нефтегазохимического комплекса Казахстана. Действительно, в этом плане Казахстан отставал от соседних государств. Если посмотреть наши передачи, наши архивы, мы, в принципе, наверное, с момента выхода этой программы, с 2016 года, говорили о том, что вот этот сектор необходимо развивать. Это то, что даст будущий прирост и экономике, и нефтегазохимии Казахстана. И в целом избавить, скажет нас, от такой сырьевой направленности некоторого экспорта. Потому что из нефти и газа можно получать очень большое количество продуктов. Эту цифру я много раз повторял. Если вы сейчас оглянетесь вокруг себя, то 4 из 5 предметов, которые вас окружают, это продукты нефтегазохимии. Пластмасса, все, что связано с электроникой, все, что связано с машинами и так далее. Все это производится из нефти и газа. И вот эти производства начинают появляться в Казахстане. За это время, скажем так, за 20 лет, такие нефтегазохимические комплексы появились, новейшие в России, в Татарстане, в Башкоргастане, в других регионах. Я имею в виду от нефти Башнефть, в первую очередь. Они в целом аналогичные схожи по структуре с казмной газом. Появился такой комплекс в Азербайджане, появился такой комплекс в Туркменистане и в Узбекистане. У них у всех разная направленность в зависимости от того сырья, но они в целом это нефтегазохимическими называются. Ну и, естественно, Китай. Мы говорили эту цифру за последние 20 лет только в приграничных регионах Казахстана. Ну, приграничные регионы, это очень трудно сказать, да, Китай, там один маленький город, как весь наш Казахстан. За это время там появилось больше 20 нефтегазохимических заводов, которые, в принципе, вот этот экспорт в страны, там, в Центральной Азии, Казахстан и так далее, он как раз-таки и покрывает. Ну, все, что связано, подчеркну, пластмассы и так далее, даже там ароматика и так далее, это тоже нефтегазохимия. И в Казахстане, ну, наконец-то, это сейчас крылатая фраза, да, наконец-то, можно сказать, и здесь запущены, готовятся к запуску новые нефтегазохимические проекты. В целом у нас в планах у Министерства энергетики и частных инвесторов порядка 8 проектов в этой отрасли в нефтегазохимии. Ну, и эти цифры мы также говорили. Одно рабочее место в нефтегазохимии создает по цепочке где-то 3-4 рабочих места в смежных отраслях. Это производство, которое начинает вокруг этого основного, скажем так, завода появляться. Ну, и добавленная стоимость, она может в 7-8 раз выше, чем просто экспорт нефти. Вот такие заводы, и это, возможно, сейчас в череде вот таких новостей о том, что вот все было плохо, там кто-то стоял в очереди на заправках и так далее. Это, конечно, может затеряться, но наша цель, наша задача все-таки говорить о развитии отрасли, и отрасль развивается, это самое главное. Не могу я обойти вниманием Казатом Пром. Я думаю, что мы незаслуженно пропускаем в СМИ вот такие хорошие новости. При этом, если вы, ну, скажем так, хотите зарабатывать, да, Томикен Бизнес все-таки такая аудитория у телеканала, который думает, как заработать, где можно приумножить капитал. Капитализация, ну, капитализация, ладно, не будем говорить. GDR, глобальной депозитарной расписки Казатом Прома с января 2019 года выросли в 3 раза вот к концу 2021. За 3 года в 3 раза выросли. Это долларовая цена GDR, это, то есть, не там, теньговый эквивалент или какой-то. Вот, то есть, 10 тысяч долларов, вложенные в акции Казатом Прома в 2019 году, в январе, дали бы прирост в 3 раза, 30 тысяч долларов можно было бы получить на этих акциях. Где и кто об этом говорит? Вы встречали это в СМИ? Я нет. Но, понятно, что это достаточно такая специфическая тема, да, мы Казатом Пром, ну, приглашали, но не говорили об этом, потому что для них это такая, скажем, специфичная тема. Они листингуются на Лондонской бирже, любые их заявления могут отражаться на капитализации компании, на акциях, и они как бы стремятся избегать вот этих вопросов. Но мы говорили в целом о развитии. Казатом Пром развивается. Это один из флагманов, наверное, нашей экономики в плане инвестиций, в плане новых технологий, возможно, со строительством атомной станции у Казатом Прома. Также появятся какие-то дополнительные стимулы, драйверы для роста, да. Но пока вот так. И мы, конечно же, об этом говорим, конечно же, эти факты мы подчеркиваем, смотрим за котировками и зарубежных компаний, которые работают в Казахстане, да, то есть, ну, те, кто листингуется на биржах. Ну, Казатом Пром, это просто, наверное, было бы открытие этого года в плане доходности по акциям. Если биткоин у всех на слуху, который там может падать в течение дня на 10% или расти, то Казатом Пром вырос за три года в три раза. Я думаю, это, ну, вряд ли что-то росло вот в энергетической сфере, наверное, вот такими темпами. Ну, может быть, капитализация Каспи росла, она примерно там в четыре раза росла с момента IPO, это как бы другая история, но по Казатому Прому здесь, наверное, можно только вздохнуть так тяжело для себя, да, что вот, ну, надо было купить, а вот сейчас бы там, даже если в два раза был бы прирост, это тоже в долларах достаточно высокий показатель. Но мы вернемся к этому, обязательно об этом поговорим, да. Что еще из, видите, кашляю, вот если бы мы работали с какими-то производителями лекарств, могли бы их отрекламировать заодно, да. Что еще важного в отрасли энергетической происходило? Ну, конечно же, это планируемое строительство атомной станции, мы оставили напоследок в завершении. Мы, безусловно, эксперты отрасли, мы говорили там в завершении года, вот в декабре и осенью тоже, да, с экспертами, эта станция, безусловно, нужна. Даже, наверное, не так, нужна не только одна, наверное, нужно несколько станций. Ну, мое субъективное мнение, оно может быть, конечно, для кого-то показаться странным, но я думаю, что нам нужна не одна станция, нам, наверное, нужно даже три станции. На юге, на западе и на севере, хотя север в целом энергопрофицитный, то есть электроэнергии там много, но в любом случае мир движется к тому, что уголь и все, что с этим связано, будет в итоге облагаться очень высокими налогами, штрафами, мы об этом говорили, углеводородный налог будет, углеродный налог. И в итоге атом или все, что связано с возобновляемыми источниками энергии, это то, вот куда будет двигаться мир. Надо понимать, что атомная станция, мы об этом говорили, наверное, еще в 18-м или в 19-м даже году, о том, что прогнозируется дефицит электроэнергии в Казахстане примерно к 30-му году. Но чтобы успеть вот к 30-му году, нужно начать проектировать и строить АЭС уже где-то в начале 20-х годов, потому что проектирование, строительство АЭС это очень долгий период. Это не какой-то обычный завод, который можно построить за 3-4 года. Ну вот вы видели комплекс KPI, 2,6 миллиард долларов, его строили, если не ошибаюсь, где-то с 2005 года плюс-минус. Ну активные строительные работы у них начались в 2018 году, но в любом случае это срок достаточно длительный. Для АЭС средний срок строительства это 8-10 лет. То есть чтобы мы к 30-му году не остались без электричества, чтобы у нас был профицит и мы могли дальше развиваться, нам нужно строить АЭС уже с 1 января. Ну конечно же, этому посвящено очень было много материалов казахстанских СМИ. И недавно лидер нации Устанавиш Назарбаев и президент страны Касыбр Марк Мельчатукаев об этом говорили, что атомная станция нужна, а к ней мы приступим, к строительству имеется в виду. И конечно же это тоже большой драйвер для казахстанских специалистов. Это новые технологии ВОТОСЛ, ну и опять-таки это новый сектор, сегмент, которого раньше в Казахстане не существовало в плане технологий. По нефтегазовому сектору еще одним важным фактором, наверное, в самое завершение оставим, наверное, это завершающиеся работы на Тенгизе. Проект будущего расширения Тенгиза это 45 миллиардов долларов инвестиций. В 2022-2023 году закончится вот этот проект, завершится его реализация. И после этого Тенгиз, это крупнейшее месторождение Казахстана, начнет добывать порядка 900 тысяч баррелей в сутки. В мире добывается порядка 95-97 миллионов баррелей в сутки, то есть один Тенгиз будет давать порядка 1% от всей общей мировой добычи. Это крупнейшее месторождение, это, безусловно, крупнейший проект, и это самый крупный проект на территории СНГ за последние годы, который был реализован. Не просто там в Казахстане, в Центральной Азии, а в целом в СНГ. И, наверное, даже если с миром сопоставить, он, наверное, будет там, скорее всего, в топ-10 вот таких крупных проектов. Безусловно, вызовом станет то, что высвобождаются рабочие с этого проекта. Эти новости вы, наверное, видели, порядка 20 тысяч человек высвобождаются со строительных работ. Куда-то, конечно же, нужно будет их устраивать. Здесь нужна, конечно, работа местных исполнительных органов и компаний. Ну, а позитивно то, что Тенгиз выходит на такие уровни. У нас есть эти ресурсы, мы можем с ними работать, потому что коэффициент и показатель локальных кадров, национальных кадров в этом проекте, он достаточно высокий. И казахстанские специалисты сейчас могут работать и работают на крупнейших мировых зарубежных проектах. Это, конечно же, большая школа для наших специалистов. Ну и, конечно, этот проект будет драйвером того, как будет расти наша добыча, налоговые поступления с отрасли. Ну, давайте на этом завершим. У нас получилась, наверное, такая позитивная передача. Мы все вот такие острые моменты обошли стороной, но о них будет много сказано в других программах и в других СМИ, не будем повторяться. Отрасль развивается. Несмотря на то, что был достаточно трудный период, мы видим, что и нефтянка, и нефтегазохимия, и электроэнергетика, вот все, в принципе, базовые отрасли, которые нужны стране, все они развиваются. И у всех, во всех этих отраслях есть определенные достижения. Это, конечно же, радует, ну и давайте пожелаем нам всем, чтобы 2022 год прошел под таким знаком восстановления, чтобы мы возвращались к привычной жизни, а цены на нефть, чтобы росли, и, безусловно, чтобы наша отрасль и наша экономика развивалась. Всех с наступающим!